В американском журнале New Yorker появилось интересное заявление заместителя председателя комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности парламента Чечни Магомеда Ханбиева Господин Ханбиев, признаваясь, что долгое время воевал против российских войск и на самом деле даже одно время являлся министром обороны Чеченской республики Ичкерия при Аслане Масхадве заявил следующее Я живу в своей стране со своим собственным президентом Российские генералы хотели, чтобы я стоял перед ними на коленях, рыдал и умолял их Что ж, получилось так, что они проиграли и я победил Мы, чеченцы, стали богатыми и гордыми и независим сегодня от них Значит, это сказал, еще раз подчеркиваю, депутат парламента Чечни заместитель председателя комитета по безопасности и член Единой России По стоглу, поскольку никто его пока не опровергает, это мнение можно считать официальным Ну, соответствует ли оно действительности? Насчет независим, наверное, вряд ли, поскольку Россия сейчас содержит Чечню Но, с другой стороны, если считать, что Россия выплачивает Чечне дань, как проигравший победителю по версии господина Ханбиева Ну, тогда, наверное, да Если вспомнить, что бывший командир 160-го танкового полка Юрий Буданов был застрелен в Москве после угроз главы Чечни Рамзана Кадырова А дважды оправданный судом присяжных лейтенант Сергей Ракчеев получил 15 лет После заявления того же Рамзана Кадырова о том, что решения присяжных не учитывают воли чеченского народа Тогда, наверное, Магомед Ханбиев тоже прав Поскольку так и должны вести себя побежденные относительно победителей Возможно, с точки зрения Ханбиева можно согласиться И мне непонятно только одно Зачем называть все это торжеством русского мира?